В течение всего советского времени город позиционировался как текстильная столица, текстильная столица Советского Союза, столица текстильного края и так далее. Действительно, фабрик было достаточно много в самом городе и, собственно, в регионе. И вот это вот клеймо сначала текстильной столицы, а с 70-х годов еще и штамп из песни о городе невест, он достаточно крепко закрепился, но не скажу, что сильно радовал даже тех, кто был вовлечен в текстильную индустрию и, по сути, считался невестами. Такая ситуация сохранялась, в принципе, до середины 80-х годов. Были, безусловно, всплески. Самый такой длительный, по большому счету, всплеск, насчитывающий всего 6 лет, пришелся на конец 20-х, начало 30-х годов. В 29-м году была образована Ивановская промышленная область, которая поглотила соседнюю Владимирскую, Костромскую, Ярославскую часть Горьковской области. Равнялась она, если измерять европейскими государствами, двум бенилюксом. Ну и вот претензии местного руководства были достаточно большие. Здесь активно шло строительство, правда, не очень масштабное внешне. Здания редко поднимались выше шести, в ряде случаев, девяти этажей. Но лучшие архитекторы Советского Союза здесь отметились, в частности, Илья Голосов, Виктор Веснин, ряд других. В результате город преобразился, в принципе, оставаясь городом фабрик. В 36-м году промышленную область расформировали, сначала разъединив на Ярославскую и Ивановскую. И затем в 44-м году от Ивановской отошла еще и Владимирская область. В результате сейчас Ивановская область – это второй с конца по территории регион Российской Федерации. Меньше нас только Калининградская область. В 90-е и начале нулевых годов область, ну, собственно, и город считались наиболее депрессивными регионами страны. Какое-то время фабрики работали с перебоями, а в конце 90-х годов практически все они за редким исключением остановились. Некоторые из них были перепрофилированы, появился торгово-освесный центр, появились ярмарки. Ну и, скорее всего, текстильщиками за пределами Иванова, ну и в самом Ивановской области никого уже не называют. Что касается невест, то это еще как-то шлейф идет. Какого-то рода перемены начались с приездом суда нового губернатора, которого назначили в 2005 году Михаил Эменя. Но его интересы были достаточно специфичны. Символический ресурс был выбран неожиданно, но и, нужно сказать, достаточно удачно. Это Андрей Тарковский, который родился на территории тогдашней как раз Ивановской промышленной области, сейчас от территории Костромской области, но и некоторое время жил в городе Юрьевце. Появился международный кинофестиваль «Зеркало», который переформатирован в виде существует до настоящего времени. Но к концу пребывания Меня в области, ну и после его убытия, это превратилось в такого рода тусовку для местной элиты, ну и для вот такого приятного отдыха для звезд, которые приезжали сюда. Иваново в каком-то смысле, в определенных смыслах, безусловно, за почти 10 лет пребывания Меня в области менялось, менялось в лучшую сторону, но какого-либо целенаправленного развития не было. Если говорить о транзите идентичности, то город не воспринимается сейчас совершенно как город текстильный. Как я уже говорил, в регионе есть несколько городов, известных как текстильные центры, с еще до революционного времени. И именно там как раз продолжается текстильное производство. Иногда это полный цикл. В нашем городе полный цикл есть, по-моему, только на бывшем комбинате Самойлова, то есть где есть и придение, и ткачество, и отделка. Ну вот есть мелкие фабрики в маленьких поселках, которые производят суровую ткань, привозят в Иваново ее отделывать. То есть ивановских тканей достаточно много, и свидетельством того являются появившиеся где-то больше 10 лет назад текстильные ярмарки, которые расположились либо на периферии города, либо в цехах бывших текстильных производств. Надо сказать, что они пользуются успехом. Шоп-тура на эти фабрики привлекают жителей областей, даже расположенных южнее Москвы, судя по номерам автобусов, которые можно увидеть, проезжая мимо. В этом смысле идентичность текстильная явно поддерживается. Что же касается транзита советскости, то я принимал участие в ряде проектов, которые рассматривали этот ресурс как достаточно важный для города. Местом силы, помимо новых открытых в советское время, в позднее советское время монументов, является, безусловно, дом-музей Первого Совета, где вот все началось. При губернаторе-коммунисте там была сделана такая специфическая мемориальная экспозиция, которая реконструировала место заседания Первого Совета, когда рабочие по инициативе фабрикантов собрались, чтобы выбрать переговорщиков во время стачки. Второй момент, который, на мой взгляд, предполагает интерес у туристов, это архитектурное наследие. Здесь у Иванова, собственно, два пласта. Первый очевиден – это фабрики, фабричные корпуса. Некоторые из них подверглись реновации, некоторые вот сейчас запланированы для жентрификации. Причем в самом центре города находится большая Ивановская муфактура, производящая такое печальное впечатление на тех, кто ее видит. А видят ее очень многие, поскольку она выходит, одна из немногих выходит на главный проспект и на одну из главных площадей города. Так вот, индустриальный туризм вполне мог бы здесь быть реализован, как в городе, так и, собственно, в области. Ну, вот в тех городах, которые очень близки по своему профилю Иванову, находящихся в настоящее время за рубежом, но когда-то входивших в Российскую империю, это польская лодзь и финские тамперы, там есть достаточно крупные музеи текстильной промышленности. Это такие миксы, которые совмещают в себе с одной стороны и текстильный музей, и музей истории рабочего быта. В Лодзе это, собственно, текстильный музей, где акцент делается не на бытовую сторону, а на художественную сторону. В одном из цехов постоянно меняются несколько выставок. Такого пространства в Иванове нет. В Иванове есть музей, открытый в 80-е годы. Это музей Ивановского сица. В особняке Дмитрия Геннадьевича Бурылина разместили этот музей, который по своему формату, естественно, не очень вписывается и в сам особняк, но и ему там явно тесновато. Так или иначе, текстильные корпуса, которые в настоящее время пребывают в запустении, но предполагается, что они будут ревитализированы, явно лучшее место для размещения текстильного музея, чем особняк фабриканта. И второй пласт архитектуры, наряду с индустриальной, это советская архитектура как раз второй половины 20-х, начала 30-х годов. То есть вот того золотого века, когда здесь творили яркие архитекторы, создавали уникальные здания и в ряде случаев даже уникальные архитектурные ансамбли. Некоторые дома-метафоры, такие как дом-корабль из двух корпусов, был заказан вторым рабочим поселком, и дом коммунного архитектора Голосова был построен на первом рабочем поселке. Но поскольку строительство пришлось на 1930-31 годы, было принято решение, которым известила как раз газета «Правда» о том, что форсировать новый быт все-таки не стоит, и нужно постепенно приучать новых людей к новым формам быта. Поэтому в процессе строительства дом коммунно превратился в жилой дом на порядка 400 квартир. Его здесь называют 400-м, хотя квартир на самом деле чуть меньше. Это такое мощное здание из четырех корпусов, которое производит довольно сильное, я бы сказал, даже неизгладимое впечатление на туристов, которые приезжают в Иваново. Несколько лет назад вышел мой неканонический путеводитель по городу, где я попытался рассмотреть разные аспекты его истории и его культурных ресурсов. Но это такое обзорное издание, которое подходит для первоначального, я думаю, знакомства с городом, но и есть смысл создавать новые продукты, которые ориентированы на некие целевые аудитории, путеводители для молодежи, путеводители для любителей ориензуториальной архитектуры, путеводители для тех, кто интересуется советским временем. Попытка ввести в культурный оборот индустриальное наследие привела к тому, что в 2011 году мы с коллегами из Финляндии задумали проект, который получил название «Манчестер». Это встречи ученых и практиков, рассматривающие то, каким образом можно использовать индустриальное наследие в современных развивающихся городах. Три года с 2011 по 2015, раз в два года мы собирались, чтобы обсуждать эти проблемы. Ну вот такая траектория от теории к практике привела к тому, что во время последнего на сегодняшний день семинара, конференции, было предложено гостям, тогда уже даже были гости из Англии, посетить некоторые действующие производства. Встреча с действующим производством, конечно, добавляет эмоций в гораздо большей степени. Вот в Иванове мы смогли посетить отделочное производство, где вот буквально на наших глазах из белой ткани появлялась ткань разноцветная, затем она шла на просушку, воздух был пропитан запахами красителей, но вот это вот очарование того, что на твоих глазах совершается чудо, всех повергло буквально в шок. И солист, который был на этой конференции из Великобритании, написал статью о фабрикантах Коноваловых, которые создали такое идеальное социальное государство на принадлежащих им территориях. А это вот был как раз будущий город Вичуга. Ну и советским людям этот город известен тем, что там появилось текстильное стахановское движение. Дуси, Маруси, Виноградовы соревновались с другими ткачихами именно на фабрике Миннагина, куда мы попали. И где вот есть маленький музейчик, где совмещаются истории Коноваловых и истории виноградовского движения. И прошлись по работающим ткацким цехам, которые вот уходят на несколько десятков, может даже пару сотен метров в перспективу. И вот это вот пространство с работающими станками, это тоже то, что даже увиденное в кино, в фильме «Светлый путь» не производит такое впечатление, как воочию. Если брать промышленную архитектуру, то Иваново и Ивановская область обладают ресурсами, которые споставимы с таким, безусловно, знаковым местом, как Морозовский городок в Твери, где есть замечательные здания в стиле модерн. Ну и Иваново, поскольку оно развивалось постепенно, обладает объектами наследие как конца XIX века, так и начала XX. И есть в городе фабрики, как классические, построенные в XIX веке, так и одна фабрика в стиле модерн. Но и к этому нужно добавить еще два объекта, построенных в конце XX-х годов в стиле конструктивизма. То есть вот это вот многообразие зданий промышленной архитектуры, как в городе, так и в области, тоже представляет собой ресурс, который изначально ориентирован, казалось бы, на достаточно специфическую аудиторию. Но если это подать правильно, то это может привлечь гораздо больше поток людей, которым это интересно. Спасибо за субтитры Алексею